Так, ну что, дамы и господа, Камикадзе Дим ждёт нас, чтобы вовлечь во вселенную своего безумия. Так, видео называется «Дима Билан, Тёма Лебедев и Илья Варламов. Кто самый упоротый?» Ммм, действительно. Так, Дима Билан — это певец. Тёма Лебедев — это человек, у которого мы с Хованским заказывали логотипы канала. А Илья Варламов — это типа урбанист, похожий на гигантский рыжий одуванчик. Не, ну вообще Варламов смелый человек, потому что он дважды в Сомали летал. Я бы не отважился на такое. Здравствуй, дорогой друг. Ещё во вчерашнем ролике я обещал дебильный разговор Путина с Медведевым. Так вот он. Какой у меня осталось, как вообще? Это не стало, зима. Все скруто. Какой у меня осталось, как вообще? Это не стало, зима. Все скруто. Напоминает разговор непутёвого отца с совсем уж глупым сыном, когда сын что-то заметил в свои 48 лет, а отец как-то его подбадривает, что, дескать, да, холодно, снег выпал. Сиди, я сам открою. А теперь действительно к важным новостям. Я думал, он скажет анекдот про, типа, сынок, какое сейчас время года? Лето. Ну какое же лето, сынок, смотри, вот снег идёт с неба, как бы речка замёрзла, там дети на коньках катаются. Какое время года? Лето. Ну какое же лето, смотри, вот снеговика люди лепят, вот как бы повсюду снег, там люди на лыжах катаются. Какое время года? Лето. Ну какое же это лето? Вот такое хреновое лето. Простите. мне очень стыдно сейчас обманутые дольщики вышли перекрывать трассу с бесконечным переходом по пешеходке вам ребенок не поможет девушка ну обманутые дольщики это я считаю налог на тупость опять-таки простите это говорит ментяра вонючая которая покрывает людей кинувших этих дольщиков жители говорят отошлите воробьёву это бандит губернатор московской области объясняя девушка михаилу который после перехода дальше отправился гулять непонятно куда что надо возвращаться на переход я повторяю за девушкой выходите на пешеходные переходы перекрывайте трассы привлекайте внимание к своим неодобряем проблемам иначе вы не добьетесь ничего кроме отписок и подчеркиваю то что люди будут в пробках стоять и бибикать ничего страшного люди узнают что да но те люди которые будут стоять пробках и бибикать они то в чем виноваты я не знаю ну изберите какие другие формы протеста потому что но у вашей ситуации есть конкретные виновные да и которые вас кинули на денег на деньги и сделали вас обманутыми дольщиками я не знаю пикетируйте их блять у дома там я не знаю у входной двери что же вы люди людям совершенно посторонним которые куда-то там едут я не знаю опаздывают на работу в аэропорт вы вы им еще жизнь портите у них соотечественников проблемы а вот если пожарная или скорая стоит то их надо пропустить это относится ко всему слушайте не все не все так плохо да то есть даже даже в голове значит камикадзе ди остались остатки здравого смысла до какие-то крупицы то что он говорит что надо пропускать машины пожарных и скорой помощи слушать ну я не ожидал я думал что он совсем уже сумасшедший то есть крупицы здравого смысла остались даже там всем людям перекрывающим трасса видите как эффективно и тут же все будут узнавать честь чего перекрыли трассу почему недовольны эти люди и разобравшись причине люди в пробке будут поддерживать этих протестующих может быть тоже перекроют трассу но уже машинами так что понадобится уже не просто пара ментов с дубинками а эвакуаторы чтобы расчистить берите но опять таки что значит перекрыть трассу да то есть одной стороны это неплохо как инфоповод и как привлечь внимание к своей проблеме да что вот мы обманутые дольщики дольщики типа вот помогите нам какой ужас но а почему должны стараться страдать люди которые вот куда-то едут на работу и они в пробке стоят из-за того что кто-то там трассу перекрыл они они то в чем виноваты то есть я не знаю бойкотируйте подъезды к домам тех кто сделал вас обманутыми дольщиками пример с армении как там перекрывали трассы на всех ключевых улицах еревана с участием машин до армянам это очень помогло у них теперь по душевой ввп как в швейцарии наверно и грузовых машин иногда лень брать на себя роль санитара леса но тут варламов отрекромировал трансформатора трансформатора короля инфо цыган который пиарил собянина вместе с корей соболевым и афони тв на одной сцене трансформатора это слишком много локальных мем я не мемов я не знаю кто такой трансформатор что такое инфо цыгане и кто кто все эти люди который разводил на деньги как коуч тренер и просто влиятельный человек молодежь состригая бесконечные деньги с лохов ничего страшного для варламова это норма и он рекламирует канал трансформаторы ночи сразу все становится понятно и о характере участников и об их приоритетах и о твоих приоритетах кудрявы становится все понятно что для тебя бабло приоритетнее всего в общем не хочу спойлерить лучше посмотрите все сами это про очень многих людей можно сказать что бабло всего подписывайтесь на канал трансформатор тоже мне нравится что трансформатор решил немножко отвлечь внимание от того что он кидал и на деньги и при кремлевская санина слишком много локальных мемов не знаю кто кого кинул на деньги увы увы я я про то чувство когда ты пропустил что-то очень важное интересное он в тайгу отправился чтобы переждать это все рассчитывая на короткую память своих подписчиков да это примерно как я из гонконга возвращаюсь и мне все пишут типа там маргиналку колд маргиналку колд я такой типа что блять что случилось что произошло блять почему я опять ничего не понимаю то же самое здесь блять кто-то кого-то кинул на деньги блять кремлевская санина трансформатор какой-то сраный я я не понимаю что происходит может действительно прав его дегенераты подписчики у трансформатора не понимают что это за пустыш не понимают что он просто мошенник а такие как варламов рады деньгам чтобы попиарить хоть кого но огребай свои две с половиной тысячи дизлайков от маски варламова друзья мои многоточие несколько дней назад я выпустил ролик а в нем была реклама канала дмитрия портнягина в комментариях вы были возмущены илюша люди не только в комментариях возмущены спрашивают что паламброза у камикадзе у очень неплохо паламброза поэтому ну то есть камикадзе не преступник он просто очень долго смотрел российские новости и сошел с ума на почве того что у него слишком сильная эмпатия и мы ему было очень жалко людей наверное которые страдают там от всяких проблем там самых разных да потому что он много очень смотрел российские новости повторюсь и в итоге вот он превратился в то во что он превратился то есть камикадзе диета такое я не знаю с чем с кем его сравнить там джокер какой-то лишь что то такое то есть он он именно на почве своей эмпатии наверное сошел с ума если они тебя в реальности увидели что ты рекламируешь трансформаторы они тебе это все и в лицо сказали с одной стороны тебе очень жалко людей которые там не знаю умирают в плохих больницах там у них плохие дороги у них там нет отопления а с другой стороны ты как бы сделать ты ничего не можешь потому что ты не чиновник у тебя нет власти политической ты просто блогер и в итоге он просто начинает орать там блять в камеру типа там убейте их там и все что то такое дело не в комментариях люди просто возмущены тем что ты харкаешь на их достоинства и пускаешь рекламу трансформатора да вот правильно в чате пишут когда смотришь в бездну да как как писал нитше если долго смотреть смотреть в бездну бездна начнет смотреть на тебя или там в другом переводе бездна отразиться в тебе то же самое и здесь до случай камикадзе дей если долго смотреть новости российские новости как бы может сойти с ума оказывается трансформатор это ужасный человек рекламировать его нельзя если честно я не слежу особо за его деятельность но видел расследование что он не тот человек за кого себя выдает а дальше идет пассаж провел сокома что тоже его кто-то не ну в интернете все люди как бы это не те за кого они себя выдают поэтому во первых странно говорить это в отношении кого-то в отдельности когда это можно сказать вообще про всех кто сидит в интернете и что-то делает и тем более странно что взрослый мужчина как бы старше 30 лет в какой-то момент приходит вот к этому к этому выводу внезапно все-таки люди очень инфантильны в массе своей и трансформатор это блогеры абсолютно разного уровня то что пытаешься перевести удар с трансформатора на вилсу говорит о тебе многое кудрявый впрочем понять что ты врешь не сложно достаточно почитать несколько комментариев тут он стена и что давайте давать друг другу 2 3 10 шанс любой человек может исправиться измениться стать лучше трансформатор никогда не станет лучше это в конец сучившийся коуч надеюсь мои следующие гости рекламодатели вас не будут расстраивать при этом ты рекламу то не удалил и деньги очевидно ему не вернул хотя тебе подписчики показали в очередной раз кто такой трансформатор нет ты просто отбрехался а кто такой трансформатор мне стало интересно окей камикадзе ты пробудил мое любопытство ворфоломей меня удивляет твоя наивность и себя еще больше закапываешь тем что пытаешься обелить мошенника транса речь про трансформатора и этого лицемера вилс а то есть это не трансфобия окей про вилсу не буду сейчас говорить потому что это манипуляция варламова увести внимание с трансформатора который однозначно ублюдский и все кто рекламирует трансформаторы такие же ублюдки уж тем более варламов который в интернете ни первый день не может не знать тем более он рассказывал много про инфо-цыган варламов а после этого в тюхе что такое инфо-цыгане слышно короля инфо-цыган ты ебанулся да пожалуй лучшего комментарии я слишком стар для всего этого здесь и не будет илья варламов ты ебанулся что у тебя в голове кого-то рекламируешь кому ты добавляешь репутации за счет он дважды ездил в сомали конечно он ебанулся но не тебе его в этом обвинять человек который имеет славу главного блять имеет репутацию главного сумасшедшего блять в рунете кого-то обвиняют в том что типа ты ебанулся ну может быть он и ебанулся но кто его в этом обвиняет на этом фоне даже наркоман билан который обдолбанный вышел на концерт самаре а потом сми это подали будто он пьяный хотя видно что он обдолбанный под какой-то сильной наркотой типа экстази что-то повышающее восприятие но он дал сольный концерт прости меня самара тут только уважуха билану может быть плюс помог местной клинике и помощь клинике материальная а не на словах поэтому я не понимаю претензий местных каналов к этой невинной фразочки билана предложила фотографироваться все вместе он я ответил есть майн либо фюрер билан снова опозорился в самаре почему он сходил в детский центр поторговал лицом что называется но он сказал фюрер то есть вождь может быть он сталина имел ввиду или эрика хонекера может быть он имел ввиду почему сразу такие ассоциации бесплатно пытается восстановить репута с гитлером я имею ввиду а ца а варламов даже ролик с рекламой трансформатора не удалил правильно зачем youtube уже четвертый ролик подряд уничтожает просмотр на моем канале лайки и комментарии обязательно проверяйте вашу подписку проходите двухэтапную аутентификацию для защиты вашего аккаунта обезопасть его и возвращайте просмотры на мои спрашивают по торговлю органами в азии но я не в теме немножко насчет легальной торговли органами ну как там человек может завещать кому-то свою печень почки ну да это в принципе везде в любой стране мира это работает про филиппины я знаю что у них возраст согласия наступает рано достаточно где-то в 12 лет так что в принципе для либертарианцев там неплохо можно развернуться вот а так вообще я про филиппины не так много знаю потому что я там был всего один раз в жизни и я как-то больше по милфом нежели вот по девушкам которые в районе возраста согласия находится видео для этого надо кликать на плейлист а полная версия материала сутубская первом комментарии посылки у них наркоторговли проблемы были очень серьезные потому что у них там я не знаю значительная часть населения крупных городов она сидела на каких-то синтетических наркотиках и поэтому вот нынешний президент он вел очень жесткие меры для борьбы с наркотиками то есть там людей начали сажать в тюрьмы массово убивать за наркоторговлю то есть такие радикальные методы борьбы происходят а еще там есть филиппинская маоиское подполье то есть как бы коммунисты которые там ведут партизанскую борьбу против правительства но у меня тут свежие материалы из шиеса и он гости на крепость опа а чё они там делают что делаем там лесу ходим масках так мы видим что вы тут фотографируете опять что то что вам тут надо надо что вам тут мужчина маски это та самая коммуна людей которые пытаются отстоять шиес от этой свалки химических отходов и туда регулярно ходят бандиты в масках наводить страх фиксировать сколько народа когда можно поджечь палатки когда можно избить людей чем они уже неоднократно занимались что вам мужчины тут надо где вы должны находиться идите охраняйте свою технику что делаем то тут сколько было вранья что стройка на полигоне шиес будет прекращена и ведь на полном серьезе это с прямой линии врали да опять угнетают шизов стройка на полигоне шиз но время прошло шумиха улеглась и они вернулись что вы тут снимаете мужчина это санитары я узнал их не верьте им до свидания мужчина жалко нет крепких мужиков которые сорвали бы эти маски с них они по закону не имеют права носить маски в местах публичного скопления людей именно по любимому путинскому закону они не имеют права носить маски меня в этом поддержит даже медведев кстати с теми кто приходит в масках вообще не следует общаться они зачем их надели они новый год собирается праздновать маска на таком мероприятии это признак участия в банде я надеюсь он не про 9 мая просто про митинг их нужно паковать по полной программе все кто так выжил не помешало вот этим бандюкам из чопа под прикрытием полиции в масках кошмарить лагерь раз два три четыре пять шесть шестой спрятался в лесу прям смешно детский сад мужики как будто бы идите уже с добром все в россии живем называется психологическое давление представьте что ваша мать и ее подруга пришли в этот лагерь охранять его эту пять бандитов в масках с камерами и снимают лица переживайте за мать нагнули вас за бабки да ребята давай уже иди не снимай какое право имеешь меня тут снимать к сожалению право он снимать имеет здесь вообще уже вопрос не в правовой плоскости лежит не в законный потому что они вас незаконно избивали а вы их терпите руководствуясь законом вот это нестыковка почему они применяют к вам силу а вы к ним нет а